Солнце, море, Монако, лазурный берег. Говорила мне мама, не сиди на холодном, но я буду, потому что я в Монако. Здесь тепло, в отличие от Москвы, где за всю зиму солнце светило всего лишь 6 минут. Ничтожное количество времени, а без солнышка-то оно как-то очень грустно. Сегодня здесь проходит презентация нового продукта DJI. 23 числа она была в Нью-Йорке, 24-го Mavic Air, новый дрон DJI, доехал и до Европы, где нам его показывают изо всех сил. И знаете, что я вам скажу? Продукт крайне любопытный. Давайте поподробнее. Поехали. Вот знаете, лично я почему взбудоражен этим релизом? Я давно хотел себе дрон. Spark мне немножко не подходит, потому что он все-таки не умеет 4К и он чуть-чуть простоват. С другой стороны, Mavic Pro и даже Mavic Pro Platinum, версия улучшенная, более тихая и долго летающая, которую мы вам показывали с Ифы, она мне тоже не подходит, потому что она уже дороговатая. А вот Mavic Air это как раз нечто среднее. Оно уже умеет 4К, оснащено огромным количеством полезных функций, но в то же время не стоит конских денег. Во-первых, он стал меньше и легче. Его гораздо удобнее теперь засовывать в абсолютно любую сумку. Вот так он выглядит в сложенном состоянии. Это действительно дрон размером с просто большой смартфон. Во-вторых, если сравнивать его с младшим братом, со Spark'ом прокачали камеру. Теперь он может снимать 4К в 30 кадрах в секунду, 2,7К в 60 и Full HD в 120 кадрах. Плюс трехосевой стабилизатор вот этого гимбала и он еще, заметьте, защищен с обеих сторон непосредственно корпусом. Для пущей стабилизации добавили еще и демпферы для камеры, чтобы уж совсем ничего не мешало получать максимально плавную картинку. Корпус дрона усыпан обилием датчиков и камер, для того, чтобы он не врезался в какое-нибудь дерево, если вы чуть-чуть отвлеклись от пилотирования. Два сзади, два снизу и два спереди. Эти датчики как раз нужны для того, чтобы дрон был умнее своего пилота. Что ж, касается полетных характеристик. Вот это самое интересное. Летает 21 минуту меньше, чем Mavic Pro, но в то же время 21 минута для дрона, который снимает 4К, мне кажется, не так и плохо. Плюс максимальная скорость в спорт режиме 68 километров. Это реально быстрее, чем Mavic Pro. А такая кроха может летать с огромной скоростью. В обычном режиме 35 где-то километров в час он развивает, что тоже, по-моему, вполне недурно. Само собой, DJI никуда не убрала возможность управления дроном жестами. Вы машете руками в разные стороны, делаете вот такую рамку, и дрон начинает снимать видео. Разводите руки, он от вас отлетает, сводите, подлетает, взлетает туда-сюда. Короче, этому нужно учиться. Это работает не так. Так, чего вот ты каркаешь? Вот такой жирный альбатрос просто пролетел, меня немножко сбил. Работает это, конечно, не так бесшовно, скажем так, как могло бы, потому что иногда он просто не откликается на жесты. Но это мы все будем тестировать самолично, по крайней мере, вот в этой демозоне сзади меня. Иногда были небольшие, вот маленькие проблемки. Но в целом, в целом, зачет. Никуда не делись и программы полета. То есть вы просто в приложении выбираете то, как дрон должен полететь, и просто стоите руки в боке, вот так, и ждете, когда дрон вас красиво облетит, сфотографирует сферу. А теперь он умеет снимать 360-градусные панорамы. Это действительно, как мне кажется, может оказаться полезно в определенных ситуациях, когда вы забрались куда-то, где очень красиво и хочется просто снять весь пейзаж вокруг вас. И это здорово, потому что вы можете действительно просто выбрать программу и ждать, когда дрон сам пролетит, все снимет. А вам останется только запостить это в свой инстаграм и собрать кучу лайков, потому что получится действительно круто. Относительно дальности полетов, что тоже важно, не менее чем скорость. 80 метров обещают нам дальность полета по Wi-Fi. Но, знаете, еще ни разу в нашей практике не было такого, что дрон по Wi-Fi мог улететь на 80 метров. Обычно это гораздо меньше. Но с пультом до 4 километров, и знаете, подозреваю на самом деле, что это искусственное ограничение, потому что он, теоретически, может улететь гораздо дальше. Нам сказали просто. А это пульт для Mavic Air, без дисплея, к сожалению, но со съемными стиками. Теперь для того, чтобы они не торчали и не мешались. И что самое приятное, он уже есть в комплекте, даже в самом дешевом. За 800 долларов начинается базовая комплектация, в которой есть, в принципе, уже все, что нужно для полетов. Это пульт, дрон, защита лопастей, сумка. То есть, действительно, все то, что нужно. А вот за 1000 долларов можно купить Flymo Combo с двумя дополнительными батареями, с дополнительным комплектом, плюс чехол, плюс сумка, плюс много всего еще. И мне кажется, что это очень заманчивая покупка. За 1000 долларов вы получаете абсолютно весь комплект для долгих полетов. Вместо 21 минуты, представьте, вы получаете час практически беспрерывных полетов на дроне. В общем, я что хочу сказать, друзья, спасите меня, потому что я уже серьезно преднамерен потратить 1000 долларов на Flymo Combo с Mavic Air, потому что эта штуковина как раз то, что мне нужно. 4К, быстро и далеко летает, пульт в комплекте, комплектация вообще то, что нужно. И я не вижу абсолютно никаких причин, если вам хочется дрон не приобрести именно Mavic Air. Mavic Pro может быть дороговато, Spark чуть-чуть бестолковый и для уж совсем начинающих. А Mavic Air это тот самый компромисс, когда вы можете получить отличное качество картинки за вменяемые деньги. 1000 долларов. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте большие пальцы вверх, не забывайте подписываться на канал. У нас для вас, как всегда, еще много всего интересного. Удачи, пока.